Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков и сегодня отреагирую на очень обычную группу под названием UHSN на песню Possible, что в переводе на русский означает Eskimo. Группа необычная тем, что это не совсем группа, это на самом деле канал популярный в Корее Mnet, тот самый, который отвечал за многочисленные продюсер 48, 101, мужской 101, т.д. и т.п. Он взял и провел буквально пару месяцев назад, начиная, по-моему, с апреля, шоу 10-ти эпизодное под названием UHSN, по-моему, как раз так оно называется, что опять же в каком-то переводе, по-моему, с корейского означает девушки, которые учатся за рубежом, вроде бы. Суть шоу такова, 10 девчонок молодых очень из разных стран, не из Кореи, приехали в Корею, чтобы поучиться корейской культуре, подучить корейский язык и попробовать себя в качестве айдола. Все они разумеются фаналки кей-попа, некоторые, точнее некоторые я, например, Эри Чиба, если ничего не путаю, она вообще японка и из группы AKB48 и она участвовала в продюсе 48, заняв там 33 место, при этом на удивление я ее все-таки помню, хотя там было много девчонок. Среди девчонок были девушки из России, с Украины. Собственно говоря, из Украины это Влада, из России эта девушка под никнеймом, под псевдонимом DC, не DC, как компания, которая производит комиксы, а D-E-E-S-E-E. Такой странный псевдоним, хотя, пожалуйста, бога ради, вроде как ее зовут Диана, могла бы называться Дианой. Ну ладно, не мне решать в любом случае. Так вот, они на протяжении 10 эпизодов учились, развлекались, вместе жили, учили корейский, это я так пробежавшись буквально вот за несколько минут по эпизодам выяснил, учились танцам, учились вокалу и под конец записали клип, собственно говоря, про которые сейчас идет речь. Не то, чтобы это даже дебют, его дебютом назвать нельзя, они на каких шоу не выступали, насколько я понимаю, так что это просто клипы, просто песня. А насколько хорошая качество, не знаю, пока не имею ни малейшего представления, я про нее вообще ничего не слышал. Если бы не в комментариях советы, за что вам, товарищи, большое спасибо, ни один человек мне это посоветовал, мол, чувак, брати внимание, ты уже реагировал на Лану, ты их завил, получилось более-менее хорошо, у Ланы получилось хорошо, у ее производственной компании получилось очень плохо, со звуком там все печалька, я еще не сильно ее ругал, ее компанию скорее, но, в общем-то, весь интернет это заметил, и в комментариях к Лане, помимо толпы идиотов, которые кричат, что ты белая, кот, лезешь кип-поп, причем эти идиоты обычно не корейцы, а американцы, европейцы и прочие люди, которые лучше корейцев, очевидно, разбираются, стоит ли европейской девушке лезть кип-попу или не стоит, корейцы при этом ее вроде как поддерживают, к их чести. Так вот, к чему я это говорил, к тому говорил, что, в общем, у Ланы получилось более-менее, мне интересно теперь, получится ли что-то у вот этих девчонок-бестеры. Надеюсь, что здесь продакшен будет гораздо лучше, чем у Ланы, прям сильно надеюсь, в принципе, это Stone Entertainment, по-моему, или Stone Music, да, это как называется, продакшен компания, и, в общем-то, опять же, M нет, ну, видимо, с качеством здесь все будет нормально, с мелодией, со звуком уж не знаю, но понадеемся на лучшее. Девчонок я, опять же, не знаю в лицо толком, я чуть-чуть пробежался, поэтому узнавать и кричать, вот, это она, эту я знаю, эту я запомнил, я не буду, ну, по одной простой причине, невозможно их так быстро запомнить, кто за ними следил, и кто все знает лицо, по имени, какие они там жизни и т.д. и т.п., извиняйте, я пока так не могу. Но если бы у них, если бы они действительно образовали целую группу и выпустили несколько клипов, тогда бы я, наверное, их запомнил. Насколько я помню, блондинка, одна из блондинок, это все-таки наша русская Диана. Ну, посмотрим. Ладно, перед тем, как послушать мою реакцию и клип, поставьте лайк и подпишитесь. Как всегда, если не понравится, можете отписаться и убрать лайк. По поводу подписки, сейчас уже, по-моему, у меня на канале 986 человек подписано, и вот мы к 1000 буквально в двух шагах, в двух шагах, точнее, в 14, но это не суть важно. Будет очень круто, если вот до следующей реакции эта 1000 наберется. Будет очень приятно. Ладно. Будем надеяться на лучшее. Давайте проверю. Все, запись идет, здесь идет, здесь идет. Просто на всякий случай. То всякое бывает. 3, 2, 1. Поехали. Поехали. Я пущу в удобство. Какой-то старый плеер. И какая-то чудовищная, ржавая, не знаю, что и такой щиток это. Что за атак? Но по книгу уже видно. Да, вот так вот. Как мы догадаться, петь называется Папсикл. Популярный период. Знаете, оно работает как метроном. Быстро, бодро. Не уверена, по-моему, лучше все получатся у Чиберри, но... А, в части танцев. Может, я ошибаюсь. Приятный вокал. Такой, как бы сказать, необычно, необработанный. Кто это был? Диана или не Диана? Не знаю. Такая типичная японка. Вот это очень бодрый момент, который, в принципе, и тем все песен сдаёт. Он второй раз уже звучит, и он, пожалуй, даже западает немножко. Ещё на фоне... Помимо ударных, довольно-таки неплохих и мощных. Сейчас скажу, что на фоне. Постоянно что-то щёкает, хлопает. Ну, так, в хорошем смысле. А вот сейчас на фоне играет такой очень переливчатый синтезатор. И это миленько. Непривычно, конечно, видеть европейских девушек в кей-попе, но... Пожалуйста, я лезу любую подобную движуху. Кто-то продемонстрировал вокал. Да, хороший фрагмент. Вот этот конкретный, особенно. Окей. По поводу клипа, хочу отметить вот этот кошмарный кадр. Я его сразу заметил и теперь не могу его развеять. Белые стены, девочка в миленьком платьишке, с миленькими наушниками, с миленьким плеером. И на фоне такой кошмар. Ржавая труба, бляж, и ржавая вот эта вот дрянь. Блин, это просто опасно для жизни, мне кажется, рядом с таким находиться. Просто опасно для жизни. Я такой эстетики никогда не понимал, честно говоря, не пойму. Ну да ладно, это мелочь. Я думаю, песня закончилась, но, как всегда, аутро. Окей, первое впечатление. Песня простая в плане мелодии, достаточно, но очень бодрая. И, наверное, это лучший вариант для такой группы, которой будет один клип, и больше она ничего произведить вроде как не будет. Запомниться быстрой, бодрой, такой летней, веселой песенкой, под которую вот как-то непроизвольно хочется улыбаться, и даже, может быть, что-то напевать. Хотя напевать сложно, они так быстро произносят некоторые слова, что караул. Долго учили, молодцы, и, кстати, пели, по-моему, на корейском преимущество с вкраплениями английских слов. Я слышал, что из них корейским владеет бегло, ну, человека два от силы, и, возможно, даже, кстати, Чиба Эри уже владеет корейским более-менее, потому что она все-таки прошла, продюсер 48. И пы-пы-пы-пы-пум. И она единственная, по-моему, которая не говорит по-английски. Да, я чуть-чуть почитал. Им, наверное, было бы очень сложно общаться, особенно ей было с ними сложно общаться. Вот, тем не менее, они на корейском, насколько уж чисто у меня понятия, не имею. Наверняка произношение у них у всех более-менее хромает. Но, тем не менее, они старались, они молодцы. Мне, как не носителю, сложно отличить. Хороший корейский от не очень хорошего корейского. Так, на скидку. У них есть еще, я так понимаю, танцевальная версия. И, чё бы второй раз не послушать танцевальную версию, не посмотри точнее. Давайте ее и посмотрим. Так, ну, 3, 2, 1, поехали. В клипе я особо синхронно между ними не заметил. Прям яростного. Но ничего удивительного, они все-таки... А, это у нас центр, что ли? Вообще, интересно, у них есть позиции? Кто центр, кто там, не знаю, Мак Най. Или Мак Най, это произносит. Да. Щелчки прям очень активно используются. Ну, такой достаточно легкий способ добавить ритма песни, но... Почему нет? Вот это хороший, хороший фрагмент. Прям. И миленькая хореография, кстати. Почему-то мне в этом консальном видео кажется, что они более синхронные, чем в клипе. Странно, может кажется. Окей, да, не настолько синхронные, но ладно, так и быть. Здесь изменение голоса присобачили. Ну, грамотно. Вот. Этот момент хороший. Вот этот конкретный. Есть что-то в этом. Сюга. Не знаю, что. Такой, как будто совсем необработанный голос. Чистый. Какая... Чиба худющая. По крайней мере, выглядит так. Ну, в принципе, да, у японцев, особенно у Айдал, такое более сутильное строение, чем у обычных девушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот на фоне, слышите, да? Это синтезатор переливчатый. И еще дополнительная легкость, и он действительно добавляет песни. Вот это было такое... не айдольские движения. Хотя, может быть, так и задумано. Да, вот здесь Миссинхрон просто поплыл, помахал ручкой. Все машут руками, а бы как. Бога ради, они не профессионалки, они поклонницы-фанатки. Им позволительно. И у них было на все про все. Но, ну, не года тренировок, не года подготовок. Так что, нормально. Интересно, что здесь... И вот на фоне играл синтезатор переливчатый. И с голосом они тоже самое делают так. Труруру. Переливчатым делают. Еще и на понижение. Забавно. Перекликаются два этих элемента. Вверх-вниз. Ну-ка. Вот вопрос о том, когда голоса меняют. Иногда голоса меняют совершенно не в кассу. Помните, как я ругался на последний набой на Saros, по-моему. Который был по продакшену, не фонтан. И спецэффекты там, а бы как были сделаны. А здесь с этим неплохо сделаны. То есть... Мелочь, но приятно. Мне всегда больше нравится смотреть танцевальные версии. Просто потому что... Да потому что. Как правило, в клипах ничего такого секретистного не вижу. Особенно в милашных концертах. Девчонки просто себя мило ведут. Мило сидят. Мило веселятся. Еще что-то мило делают. На хореографии мне смотреть интереснее. Так что, пожалуй, эта версия мне даже нравится побольше. В любом случае, прошлый клип неплохой. И песня неплохая. Она не какая-то выдающаяся. А это такая очередная, бодренькая, миленькая песенка. Исполнена хорошо. Спродюсирована тоже годно. Всего там хватало в этой вещи. И, в общем-то, каналам нет. Можно поздравить с таким экспериментом. Я надеюсь, он его будет дальше продолжать. Я надеюсь, что каналы типа MTV, Россия. Которая выпустила невероятную дрянь под названием T-Camp. Посмотрят на это и подумают, может быть, мы где-то ошиблись. Может быть, зря мы, например, нашим конкурсантам давали по часу и по два на создание клипа, на создание танцевальных номеров. Может быть, стоило дать им хотя бы неделю, чтобы они как следует потренировались в танцах, как следует потренировались в песне, вокале, как следует продумали хореографию и после этого что-то делали. Потому что, если вы, дорогие друзья, смотрели MT-Camp, то вы понимаете, о чем я. Это жить и кошмар. Если вы не смотрели, то смотрите только воспринимая это как яростный, чудовищный стёб, над которым можно поржать, насколько это плохо, тупо и кошмарно. Здесь концепция простая. Собрали девчонок из всего мира, и они делают типа группу. Ну, чё сложного, по факту. И написали ровно одну песню. Ровно одну песню. Хорошую, неудающуюся, неплохую, нормальную песню. Ёлки-палки. Ну, это же не сложно. Но получилось хорошо. Так что, девчонок, я поздравляю. Я надеюсь... Не знаю, на что я надеюсь. Дальше они вроде выступать не собираются, кроме ЧБР. Но, в принципе, у остальных тоже появилась какая-нибудь популярность на ютюбе просмотров у этого клипа. Где-то два с половиной миллиона. Плюс-минус. Там, может быть, два и три. И, очевидно, девчонок запомнили. Очевидно, люди, которые смотрели это шоу, у них есть свои любимицы. И они наверняка за ними будут следить за их инстаграмами, за их там, фейсбуками и т.д. и т.п. За их карьерой. Так что, если кто-то из них захочет продолжить карьеру в кей-попе, возможно, им это будет проще сделать, чем даже той же Лани. А уж Лана такие пробелы даже сама, пусть и в абы какое агентство, которое даже музыку нормально смикшировать не может со звуком. Но, тем не менее, получилось. У них тоже при желании все получится. В общем, молодцы. Все молодцы в данном случае. И вы молодцы, что меня посмотрели и послушали. И поставили лайк. И подписались, если вы подписались. Если не подписались, сделайте. Пожалуйста, будет приятно и полезно каналу. Вот. И напишите в комментариях, кстати, что вам больше понравилось. Чисто по мелодии. Take the Will или Popsicle. Ну, потому что мне, наверное, по мелодии чуть-чуть больше понравился Take the Will. Но именно, как объяснить, по самой мелодии. Не по музыке. Музыка здесь, конечно, в разы лучше. Она в разы красивее, качественнее, спродюсированнее разнообразнее, спродюсированно качественнее. Разнообразнее т.д. и т.п. По поводу вокала там можно спорить. Здесь все-таки каждой девчонке выдали чуть-чуть по чуть-чуть. А там, ладно, одна отдавалась. И если бы ей вот попались нормальные продюсеры и люди, которые умеют микшировать все. Возможно, у нее было бы куда интереснее вещь, куда ценней. Здесь пока это выглядит, конечно, более состоятельным клипом. И клип лучше здесь. Банальный, если что-то пошло. Но, тем не менее, чисто по мелодии. Что вам дошло больше? Всем спасибо. Всем пока. До новых реакций.